Константину Карповичу Жижину 95 лет. Бывший фронтовик во время войны прошел Белоруссию, Польшу, Германию. Служил командиром минометного взвода. После войны остался жить в Германии, на родину вернулся только в 54-м. Сегодня в знак уважения подвигов ветеранов по указу президента Владимира Путина участникам войны полагается участок земли. Константину Карповичу нужен конкретный в горелом хуторе, рядом с участком сына. Но получить землю оказалось не так просто. Выбранная территория оказалась в границах лесного фонда. Началась бумажная волокита. Один обращается к другому, другой обращается к третьему. А вопрос-то не решается. Вот мы и ходим по мухам. Я надеюсь, что это последний наш удар. О своей проблеме ветеран рассказал депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. Ситуация решилась тут же, по телефону. Оформить заветный участок непросто. Это требует времени. Пока готовятся документы, Константину Карповичу предложили взять в аренду на пять лет другой участок, тоже в горелом хуторе. Чтобы наш уважаемый фронтовик этого не ждал, я попросил Минлесхош уже сейчас ему в виде исключения в аренду земельный участок предоставить. Я надеюсь на то, что мы закрепим участок за ним до праздника, до 9 мая. Трудности расселения из аварийного жилья, проблемные соседи, магазины на первых этажах жилых домов. Только краткий список вопросов, с которыми приходят самарцы на прием. Кроме того, в ближайшем будущем активисты «Единой России» хотят упростить порядок получения льгот по инвалидности. С этой инициативой они выступят перед Федеральным министерством труда на первом расширенном заседании партии. Мария Левина, Максим Гусев, События.